Всем привет, с вами Дмитрий Урсул и сейчас мы вместе с вами погрузимся в максимальную природную атмосферу. Ну что ж, такой немножко минуты релаксации. На самом деле, о чем пойдет речь, я вам сейчас расскажу буквально через пару минут. Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка! Одно видео за 2 рубля. Все, как вы любите. Много за недорого. Как тебе такой Илон Маск? Полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений в формате ежемесячной подписки. Как это работает? Например, выбираем тариф «Живая музыка». Он состоит из 490 видеоуроков. На данный момент это 28 курсов. Вот его содержание. С выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет в зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета. Как получить доступ? Нужно купить подписку на этот тариф. Нажимаем кнопку «Купить» и мы попадаем на сервис Boosty, где и происходит вся магия. Здесь мы уже все подготовили. Отсортировали по полочкам, сделали удобную навигацию. Все в одном месте. Жмем «Подписаться». Проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик. Выбираем количество месяцев для подписки. Жмем «Купить» и готово. Так что шутки в сторону, коллега. Пора обучаться по-крупному. Действуйте прямо сейчас. Для тех, кто не знает, в Logic есть скрытые инструменты. И то, что я вам сейчас показывал, это один из них, который так называется Nature Sounds. Для тех, кто занимается озвучкой или поиском эффектов, выглядит это максимально непрезентабельным образом. Вот в таком окошке. Здесь есть только настройки громкости, релиз после отпускания клавиши, фильтр встроенный. Но самое главное, что на каждую клавишу MIDI клавиатуры здесь назначены разные звуки. То есть в зависимости от того, что я нажимаю. Воспроизводится те или иные звуки. Кстати, довольно крутые, качественные. И можно их использовать. То есть, если вам нужно, можно отсюда забирать. Итак, что же это за инструменты? Откуда он взялся? На самом деле, в Logic есть скрытая категория инструментов. Которая называется Legacy инструменты. Или, скажем так, старые инструменты, которые пришли к нам еще от старых версий Logic. И по умолчанию они никак нигде не фигурируют. То есть, если мы сейчас уберем, вы увидите, что здесь у меня просто идут инструменты Logic, которые есть у всех. И никаких других инструментов у нас здесь нет. Ну, внизу дальше у нас идут уже сторонние инструменты. Но все очень легко. Мы, прежде чем нажать на инструмент, должны нажать клавишу Option. И у нас появляется такая вот закладочка в самом низу под названием Legacy. И вот здесь у нас довольно большое количество разных инструментов, которые, ну, из себя представляют такие довольно очень простые и упрощенные инструменты. Но, тем не менее, часто они звучат очень здорово. То есть, здесь есть базовые синтезаторы. Например, Analog Pad. Он тоже выглядит вот таким образом. Никакого дизайна. Но зато есть очень неплохие звуки. Естественно, все это можно подкручивать, менять. И точно таким же образом здесь есть довольно большое количество инструментов. Не все из них, конечно, прям актуальны сегодня, скажем так. Но часть из них довольно интересная. Есть первая версия Horns, например. Ну, конечно, это звучит довольно медишно. Но, так или иначе, здесь можно найти, например, просто фортепиано. Если не хочется заморачиваться с сэмплами и сэмплером. Вот такой простой инструмент, который практически не требует производительности компьютера. Но, тем не менее, им можно вполне себе что-то озвучить. То есть, здесь, опять же, базовые параметры. Все есть громкость. Релиз и катов. То есть, встроенный фильтр здесь присутствует. И таким образом можно делать такие вот пустые, ну, простые, точнее, аранжировки. Есть электропианино, есть электроклавинет, есть драм-китс. То есть, это драм-машины. Такой, можно сказать, General MIDI или около того звук. В общем, довольно много здесь инструментов. Некоторые с интересным звучанием. Ну, что-то звучит довольно медишно, наоборот. То есть, как вообще попасть в это меню? Ну, я уже сказал, что оно доступно при нажатии Option. Но этого недостаточно. То есть, нужно вам еще предварительно скачать в библиотеке Sound Library в Logic. У меня все скачано. Но, если у вас вдруг нет, то вот здесь есть такая последняя галочка. Лего синком. Потибилити. Как раз для того, чтобы иметь вот ту самую совместимость со старыми проектами. Но, если вы скачаете, она весит, по-моему, порядка 15 или около того гигабайт. Вот как раз вместе с этим пакетом, который не скачивается по умолчанию, но вместе с этим пакетом как раз загружаются вот эти вот довольно интересные инструменты. То есть, еще раз повторюсь, они не факт, что всем пригодятся. Но, например, Sound Effects довольно полезная вещь, если нужно подложить какой-нибудь звук природы. Там довольно качественные сэмплы записаны. Шум моря, звук леса, пение птиц и так далее. Ну, довольно неплохая гитара. Ну, немножко медишная тоже, но так или иначе, иногда это может сработать. И если вы работаете, например, только с использованием лоджиковских инструментов, то можно чуть оживить вашу коллекцию и отсюда парочку инструментов собрать. В общем, если вы не знали о наличии такой функции, о возможности доступа к подобным инструментам, то вот они таким образом вызываются. Пробуйте, экспериментируйте, возможно, вам что-то пригодится. Ну, а с вами был Дмитрий Урсул. Обязательно подписывайтесь на канал Ложек Борхелп, чтобы не пропускать новые видео. Пишите в комментариях свои вопросы. Также пишите мне в личные сообщения, либо задавайте вопросы в нашем телеграм-чате, если вы еще не там. Ну и оставайтесь на связи. Вам успехов во всех ваших музыкальных делах. Хорошего настроения. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok